Вышний Волочок нуждается в новой современной библиотеке. Посетовала жительница города Наталья Орлова, главе региона, на личном приеме. А вот в поселке Жарковском стоит вопрос о продолжении ремонта центральных улиц. Рассказать о своей проблеме губернатору приехал мастер производственного обучения поселковой школы. Губернатор Игорь Руденя выслушал обращения граждан на личном приеме и принял решение. А вот какие узнаете прямо сейчас. В Вышнем Волочке молодежь активно читает, интересуется художественной и научной литературой, рассказывает педагог Наталья Орлова. Такие издания есть в наличии в центре детского и семейного чтения. Это место, где можно найти книгу на любую тему. Вот только современным требованиям не соответствует, потому что необходима модернизация. В перспективе это должна быть так называемая модельная библиотека. Это образовательное пространство с разграничением различных зон, с зонированием. Это обязательное техническое обеспечение, большое, чтобы были широкие возможности подключения к ресурсам государственных библиотек. И, соответственно, чтобы они были очень востребованы именно в современном ключе. Центр чтения имеет удачное расположение и размещается в просторном здании, потому иметь все шансы привлечь еще больше молодежи. Губернатор Игорь Рудене поддержал инициативу горожан. У нас выделяются деньги из федерального бюджета в районе 5 миллионов рублей. При активном участии коллектива мы готовы реализовать эту задачу вместе с вами, чтобы вы четко наблюдали. И самое главное, чтобы было правильное техническое задание, чтобы было все по-современному. И чтобы у нас уже все было сделано очень достойно. Потому что Вышний Волочок – это очень важный для нас муниципалитет. Не осталось без внимания главы региона и проблема поселка Жарковский. Учитель технологии Сергей Роченков приехал на личный прием с вопросом ремонта дорог. Остались не до конца отремонтированы некоторые участки центральных улиц. Одна – это центральная у нас улица Советская. И возле двух, там между двумя мостами очень убит мост и вот этот участок. Это и школьные маршруты, и общественный транспорт. Ну и практически все через этот участок ездят. А другой участок за речкой – это транзитный. Он уходит на Смоленскую область. Ремонт был большой нынче, но там сколько там метров? 300 осталось. В этом году ремонт продолжится. Проблемный участок отремонтируют, заменят дорожное полотно, обустроят съезды, укрепят обочины. К середине августа 2021 года приведут в порядок и часть автодороги от моста через ручей по улице Советская. Этот объект также включен в программу на 2021 год. Кроме того, во время разговора речь шла о ремонте дорог, связывающих Жарковский с западной двиной Смоленской областью. Помимо развития дорожной инфраструктуры, есть еще один значимый вопрос – газификация. По словам губернатора, она в целом сделает Жарковский более комфортным для проживания и предпринимательства.